всем привет друзья сегодня 26 сентября мы гуляем по славному городу испарта заходим в обменный пункт сейчас посмотрим что у нас там как у нас тут было я сделал это перед я здесь 27 он он вообще стабилен вообще стабилен мне кажется на мой взгляд можно даже какое-то время не заходить и не смотреть на курс валют двигается вверх них совсем в пределах копеек так и не зря сказали что эрдоган же объявил о том что ближайшие три года у него очень жесткая программа по восстановлению экономики турции вот я думаю что он очень эти меры принимает и в конце концов не о чем людям бояться пенсия поднимается регулярно сейчас минимальная пенсия в турции кир заметь 10 тысяч лир минимальная представляешь это сколько 35 до 1000 рублей но также но 10 тысяч лир 35 тысяч рублей правильно я в шоке а у нас есть такая пенсия есть но у кого-то участников до то есть это да ну то есть это надо заслужить такую пенсию чтобы допустим грубо получать ее да вот а в целом ситуация не меняется по коммунальным услугам у нас все стабильно значит полностью коммунальные услуги не выходят за рамки 300 лир то есть 30 лир вода 120 лир свет электричество 80 лир айдат и на этом все за газ мы не платим получается у нас прилично но очень сильно подорожала у нас связь по поводу связи его в отдельном ролике рассказывал как я там учился у меня просто ну короче вот мы живем вдвоем у нас получается сейчас пакет за 150 лир не купить это мой друг пакет за 150 лир сейчас не купить потому что очень сильно подорожало у нас сейчас получается чтобы хоть там чуть-чуть было пару гигабайт интернета на месяц это надо покупать уже за 170 лир понятно да что это очень дорого и подорожал интернет домашний значит пакет на месяц теперь стоит у нас 240 лир вот вот и получается значит 340 340 и 240 это получается 580 лир мы тратим только на связь в месяц это немало у нас раньше допустим вот мы весной и зимой мы платили у нас было пошли быстро переходим весной и зимой у нас было мы покупали пакеты по 80 лир и на телефон это значит на двоих 160 лир и 199 лир было домашний интернет это получалось значит у нас грубо 200 и 360 лир мы платили да на 200 лир вот буквально за какие-то пару месяцев на 200 лир подорожала у нас связь но это ощутимо вот такие вот вещи немножко дорожают так друзья сегодня у нас 26 сентября вот у нас заправочка shell такая и показываем цены на сегодня 26 сентября значит газ 1791 соляра 20 41 40 41 45 и 95 бензин у нас 39 91 ну пока более-менее стоит на месте особого такого колебания не заметил в течение недели подвижек никаких по топливу не было вот поэтому смотрим что будет дальше друзья мы находимся с вами в этом красивейшем городе испарта очень молодежный очень веселый яркий красивый со своей как говорится изюминкой здесь очень развита промышленность парфюмерная потому что здесь розовые плантации и за счет этого розовые парфюмерные как как их сказать фабрики и лавандовые также здесь все кто знает этот город очень серьезно занимается коврами парфюмерные магазины можно встретить на каждом шагу буквально на каждом шагу можно увидеть продают продукцию из розы лаванды да и все прочее город студенческий очень много учебных заведений университеты колледжи лицеи всевозможные то есть здесь жить можно жизнь своя как бы это не курортный район город находится в ста километрах от анталии варит примерно на высоте одного километра в горах поэтому здесь как бы туристов не они очень и естественно туристической инфраструктуры здесь нет вот но народ живет своей жизнью клубной ночной жизни здесь нет здесь нет клубов но приезжают концерты всевозможные для людей все это делается также как и авиашоу фестивали роз фестиваль лаванды фестивали всевозможные проводятся также здесь сейчас просто не не сезон здесь находится крупнейший горнолыжный курорт до в раз зимой здесь можно покататься на лыжах подняться на подъемнике высоко в горы и оттуда спуститься на лыжах или на как они называются сноуборды вот все это великолепное времяпровождение можно организовать легко находится все это ориентировочно 30 километрах от города вот высота горы у нас 33 700 по моему 3 700 у нас до в раз до или 382 800 а 2 800 даже я говорю три ну то есть вот так и зимой и летом развлечения можно найти отсюда до моря мы едем на автобусе примерно два часа и это ближайшее место анталия вокруг расположено очень много разных озер я насчитал только близ лежащих ну не меньше 15 вот но к ним только на два озера можно доехать на общественном транспорте ходят рейсовые автобусы на остальные озера надо либо ну как-то добираться либо на такси либо на каком-то другом транспорте выбирать на некоторые которые находятся близко можно даже на велосипеде доехать так как мы не сильно как говорится богаты планирую пока начать велосипеда куплю велосипед попробую покататься по горам по горным озерам я думаю это будет красиво ждите репортажи по этому поводу и видео съемку буду проводить естественно все это выложу в youtube смотрите подписывайтесь на канал чтобы не пропустить самое самое интересное все здесь будет то паника которую поднимают люди типа надо бежать надо там куда-то уезжать надо что-то делать паника беда все это опять же повторяюсь касается тех кто приехал отдохнуть просто на короткий промежуток времени ему надо там вложиться путевки до будут недешевыми вот и в бегут в первую очередь те кто не получил в нсж очень много таких кто не получил в нсж и много нелегалов сейчас кстати идет борьба в турции очень жесткая с нелегалами отлавливают везде на всех трассах на автобусы останавливают проверка документов и отлавливают нелегалов идет жесткая борьба вот и в связи с этим многие уезжают но только поэтому из-за того что там что-то подорожало там из-за этого мало кто уезжает из турции вот мы например особо ну как я скажу у нас жизнь как бы налажено и я вот совсем не ощущаю но может быть чуть-чуть там я ощущаю что она в чем-то меняется но вообще не сильно коммуналка такая же хлеб подорожал до продукты к и какие-то на 50 процентов но это не критично меня получается но практически столько же мы укладываемся даже сейчас вот в этот месяц мы уложились я веду потому что статистику веду подсчет денег сколько уходит на месяц мы уложились 6 тысяч лир и пусть люди смеются что хотят говорят что так невозможно так нельзя как вы там живете а я говорю что у нас получилось причем хочу сказать у нас холодильнике лежит и мясо даке лежит лежит курица у нас морозилка забито мясом вот фрукты любые у нас и дыни арбузы персики сейчас виноград сейчас все что надо все полный холодильник забит просто йогурт и молочка я не знаю вы себе не отказывает практически ни в чем ну единственно да мы не покупаем спиртное и сигареты это очень дорогая статья расхода если вы увлекаетесь вот и у нас вышло в месяц 6 тысяч мир не превысило расход вместе с коммуналкой проживанием как вы думаете дорого это недорого я считаю что не сильно дорого вот то есть не настолько это критично чтобы бросать все и уезжать из турции совсем нет хороший день сегодня друзья не видно никаких тревожных перепуганных лиц все лица радостные довольны и все какие-то расслаблены нисколько не напряженные поэтому я так считаю что нам ближайшее время ничего не грозит до кирилл поход так я тоже думаю а чё нам что-то должна грозить что-то но потому что послушаешь всех и все говорят ой надо бежать пора бежать что-то сейчас происходит что-то будет что-то плохо где плохо каком месте кому плохо самое главное ну все друзья все мы прошли по погуляли с вами показали вам рассказали вам кое-что все нам нравится все красиво все хорошо все пока пока всем подписывайтесь на наш канал не забывайте всем пока